Добро пожаловать на Кухню! Добро пожаловать на Кухню! Каждый день людям радость, скажем так, пытаемся делать это. Классно! А сегодня мы с тобой еще будем получать удовольствие от приготовления пищи. И я знаю, что у тебя какое-то наишикарное блюдо с наишикарнейшим рецептом, потому что уже столько много продуктов я вижу на столе и подозреваю, что что-то будет экстраординарное, и в процессе, конечно, мы поговорим о твоей работе. Да, конечно, с удовольствием. И мы будем сегодня готовить бараньи ножки в таком специальном соусе и со специальным гарниром. Да, давай, говори, что мне делать. Ну, сначала мы возьмем, наверное, кастрюльку, разожгем наш огонь. Ты говоришь, это блюдо азиатское, а ты сам-то откуда приехал в Германию? Я приехал с Таджикистана, с Душамбэ, со столицы Таджикистана, и вот это блюдо, в принципе, тоже оттуда. Это такое традиционное таджикистан? Да, традиционное, да, национальное блюдо. Ты его часто готовишь? Ну, нет, не часто, по возможности, как есть время. Работа занимает очень много времени. А вообще удается тебе готовить часто и домашнюю пищу преимущественно употреблять, нежели... Нет, нет. Нет, потому что много работы. Да, очень много работы, в основном всегда в дороге, в основном всегда разговоры с клиентами, забота о компании. Это очень важно. Важно, чтобы все это работало, и важно, чтобы все люди были довольны нашей работой. Лук у нас уже есть, замоченный. Мы делаем сначала соус, как бы, для нашего жаркова, для баранины. То есть, необходимо некоторое количество лука, в нашем случае это две больших луковицы, которые нарезаются, в общем-то, так... Ну, нарезать можно не мелко, здесь можно просто грубо нарезать лук, да, потому что это в основном только это будет соус, или, скажем, одна составляющая от соуса. Это, скажем, такая база, основа. Да, да. У вас продукция в вашей фирме, она как раз-таки, вот, целенаправленно вот в этом викторианском и стиле барокко, такой, скажем... Ну, не только так. Есть стили, которые есть, и модерн стили есть. Ну, в основном, то, что касается, это в старом русском языке называлось лепниной. И вот это как раз-таки то, что делали штукатуры давно, раньше. Ну, вообще, я слабое представление сейчас имею... Давай, запиним. Да, большое спасибо об отделочных материалах. Речь идет сейчас как раз-таки об отделке. Отделка внутри, отделка снаружи. То, что раньше, я знаю, как вот мы делали, мы брали ведро, звездки, щетку, и в этом заключалась вся, скажем так, отделка помещений. Некоторые так возьмут, разгуляются, добавят синей красочки или розовой. Что сейчас в современном мире происходит в плане интерьера? Ну, дело в том, что направления на сегодняшний день в плане интерьера, в плане отделки, внутренней отделки помещений, так же, как и наружные, совершенно разнообразные. Но потихоньку все равно возвращается классика, возвращается то, что привыкшее уже к глазу людей, да, куда человек может, скажем так, очень долго смотреть и наслаждаться этим. Что-то такое, что без времени, что-то такое, что на века, скажем так. Что-то, да, что-то особенное, то, что долго не надоедает. Шелковые обои, например, да? Шелковые обои. Подожди, какой же это был год, когда они были в моде? Ну, это было уже очень давно. Девяностые? Девяностые. Девяностые. Это были девяностые. Да. Ну, они, если у меня в памяти поковыряться, они такие несколько, несколько вычурные, они такие цветные, с переливами. Вот именно для того, чтобы выделить именно какую-то стенку, например, в каком-то жилом помещении, вот как раз-таки можно это использовать. То есть у вас можно приобрести обои? Да. Можно приобрести... Так называемую лепнину. То есть это все, что касается отделочных работ, стен, потолка. У нас есть очень хорошее дизайнерское покрытие полов. То есть это совершенно новый продукт, который мы завезли совершенно недавно. Я знаю, есть ламинат, а есть линолеум. Да. Мне кажется, это все познания моих половых покрытий. Ну, ламинат, в принципе, это совсем другое. Это уже то, что знают все, чем мы сейчас занимаемся. И, кстати, завозим уже скоро совершенно новый продукт. Это такая же плитка дизайнерская, которая может быть использована даже, скажем, в таких помещениях, как ванная комната, там, где очень много влаги. Которая не боится сырости. Которая не боится сырости. То есть она по-середине и не пропускает сырости под себя. И все это сделано не из керамики, а из совершенно нового материала. Это так называемый SPSI. Это такой состав соединения пластика и камня. Я как раз таки, мой следующий вопрос был на языке. А как насчет того, что вот эти все отделочные материалы, есть экологические нормы, экологические стандарты. То есть если я приобретаю декор в дом, обои, полы и прочее, прочее, прочее. Насколько отвечает ваша продукция вот этим стандартам? То есть что имеет, скажем, место быть как сертификация продукта, то это, естественно, у нас все на самом высоком уровне. Мы заботимся о людях. Мы очень внимательно наблюдаем за этим. Потому что сейчас очень актуальная тема в Германии – это продукты, которые не должны содержать фалат. Фалат – это такой материал, который размягчает пластик. И он вызывает возбуждение раковых клеток. Естественно, у нас все это совершенно экологически чистый продукт, что связано с декором и дизайном. И все допустимые нормы для общественных помещений, даже для детских садов, для школ. С продукцией компании «Фиксим» где можно ознакомиться? В выставочных залах или где-то еще? Ну, у нас есть и выставочные залы. У нас есть очень большой онлайн-шоп, где мы представляем примерно 16 тысяч наименований разных. 16 тысяч наименований отделки дома. Изнутри и снаружи. У меня, как у женщины, уже ёкнуло сердце. Я краешком глаза заглядывала на эту страничку. Я столько увидела дизайнерских вещей. Ты знаешь меня что за… Во-первых, там, конечно, куча сертификатов. Куча. Там сертификатов куча. Все это, об сертификации продукта можно у нас ознакомиться прямо на сайте. У нас очень подробно описаны все товары. Все это сопровождается. Я даже видела видеодемонстрационные ролики. Ну, конечно. Мне это очень понравилось. О том, как можно положить плитку. Вот, кстати, мы заговорили о какой-то чудо плитки. Мне нечего делать сейчас. Я бы уже… Давай тогда мы займемся. Ты займешься дальше луком, а я начну. Я могу так помешивать и делать, что я тоже работаю. Мы поменяемся тогда местами. А мужчина займется мясом. Итак, есть какая-то чудо плитка. Да, есть такая плитка. То есть мы ее сейчас как раз будем уже брать в ассортимент. Скоро она появится у нас в продаже. Почему мы ее называем чудо? Чем она хороша? Ну, дело в том, что эту плитку можно, как я уже сказал, использовать в ванных помещениях. Наша дизайнерская, наше дизайнерское покрытие, оно может быть использовано и там, и там. Так. Но сейчас совершенно новый продукт, который вот выходит у нас на март, это вот как раз дизайнерская плитка для стен. Вот ты помнишь, наверное, скорее всего, вот как в ванном помещении плитка всегда. Я очень хорошо помню. И я очень хорошо знаю, как ее выкладывают на стены. Это настолько кропотливый труд. Все верно, да. И плюс ко всему, везде на плитке есть швы. Обязательно. Обязательно попадает водичка. То есть где-то потом она оседает, получается опять вот этот вот швы. А она и отваливается потом, эта плитка. Вот она. Ну и бывает и такое, конечно, если ее неправильно и нехорошо положат. Еще нет, чуть-чуть, еще поджарим. Так, что мы делаем с этим луком? Оказывается, нам нужно его прожарить до золотистой корочки. Да. После того, когда он прожарился и набрал самую высокую степень золотистости, туда нужно добавить водички. И лук должен протушиться. После того, как выпаривается эта вода, насколько я помню, нам нужно добавить еще раз туда дополнительную порцию воды, чтобы лук, кроме принятия золотистости вот этой степени, он еще, он так вот был настолько мягкий, что практически превратился в пюре. И это будет такая база, в которую будет погружаться... Основа нашему соусу, скажем так, да? Основа нашему соусу, которая придаст вязкость. Да. Когда соус разводится. И вкус нашему основному ингредиенту – это бараньим ногам, которые мы раздобыли со страшными... Буквально-таки охотились самолично за этим животным, чтобы отнять у него его ноги. Итак, та плитка, которая чудо-замечательная, она используется и на полах, и на стенах, и на потолке. И она не пропускает влагу. Да. Вот, ну что, самая большая особенность, что нет никаких швов на стене, да? Я не могу себе это представить. Как может накладывать... Ты хочешь сказать, что плитку положили, и она выглядит как единое целое, без единого шва. Да. То есть можно воссоздать любыми, по всей видимости, результатами. Писунки под гранит. Под гранит, или там даже... Ну, как... В основном, конечно, гранит, или там дерево какие-то определенные есть. Так. Мотивы, да? То есть всевозможные направления. Интересно. А что еще есть из новинок вот такого интересного? Ох, очень-очень много. Скажу так, что буквально недавно мы стали... Вот ты как раз спросила, продаем ли мы только товар, или мы делаем какую-то продукцию. Вот буквально недавно мы стали сами производить... Ну да, можно так сказать, уже начали производить профили из нержавеющей стали. Это как раз-таки для тех людей, которые кладут плитку. Так. Вот. Да, вот. Значит, мы начали уже потихонечку вот обжаривать бараньи ножки. Ага, прежде чем они попадут в эту... Да, 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 мы будем тушить в конечном итоге, но их нужно сейчас обязательно обжарить, чтобы они покрылись такой корочкой, чтобы они... Ай, красота! Чтобы они у нас уже так хорошо, так аппетитно выглядят, я думаю, да? Так, а я думаю, мне нужно вторую порцию уже, пора доливать водой. Да, нужно обязательно добавить водички, потому что мне нужно немножко убавить огонь. Ох, я не знаю, справишься ты или нет с нашей плитой? Ну, я постараюсь как-то. Получилось? Все нормально, спасибо. Итак, полимеры, что-то там, да? Да, нет. То есть всевозможная разная продукция новая, которая сейчас выходит на рынок, это в любом случае связано с тем, чтобы облегчить труд самого хозяина, чтобы он как можно быстрее, как можно качественнее мог, скажем, сделать свой интерьер лучше, модерннее, красивее. И поэтому есть, конечно, очень разная продукция. Есть продукция из полиуретана, есть продукция из пластика уже на сегодняшний день тоже. Все, вся эта лепнина может быть изготовлена. Вот. И очень много других разных товаров. Очень большой ассортимент, скажем, у нас имеется в наличии отделки для фасадных сооружений, подсветка фасадных сооружений, это очень интересно. То есть делать такие световые акценты? Ну, да, можно делать, например, прямое или непрямое освещение фасадного сооружения. Точно так же и можно освещать внутреннее помещение. Это можно у нас увидеть на наших выставках, которые у нас имеются. Можно это у нас увидеть тоже на сайте. Так, давай перечислим. Во-первых, у вас есть онлайн-страничка. Да, очень большая, очень хорошая, красивая. То есть весь ассортимент продукции фирмы Хексим находится на онлайн-страничке. Еще у вас есть филиалы. Один находится у нас по соседству. Да, один есть по соседству у нас в городе Баденхаузен. Недавно мы сейчас работаем над этим, открыли один филиал на Майорке. На Майорке. Да. Опять же, я только что уже рассказывал, что начали свою продукцию. Завод находится у нас в Туркайе. Так. Строим сейчас совершенно новое здание. Наш шеф всегда заботится о своих сотрудниках. Шеф, мое почтение. Вот. Строится большое здание. Мы сейчас как раз в процессе стройки. Это будет, опять же, большое выставочное помещение. То есть фирма растет. Она непрерывно. А когда начала фирма свой рост? Мне ничего не нужно здесь вот сейчас? Чуть-чуть еще водички можно добавить. Прошу прощения. Это в каком году было, когда началось вот это все начало? Господин Хуберт начал все это дело в 2005 году в городе Гёкстан. И, скажем, самой главной большой идеей было импорт и экспорт. То есть стройматериалы, товары, которые можно было бы применять в строительстве. И вот буквально, скажем, с жилых помещений, с такого самого маленького, потихонечку все это начало расти. И потихонечку это начало набирать рост. И в 2008 году фирма переехала сюда, в Лёне, здесь, где мы находимся на сегодняшний день. В счастливом соседстве с нами. Да, это обязательно, конечно. Вот. И фирма, когда каждый день растет, на сегодняшний день больше 30 сотрудников. У нас большие сквадские помещения. И вот, как вы видите, его опять не хватает. В том году построили совершенно новое сквадское помещение. То есть продукция, она имеет свой спрос. У вас очень широкая клиентура. Я что хотела спросить. Вот я, допустим, как клиент, я пришла на вашу фирму. Какие услуги вы окажете мне в плане выбора? Могу ли я получить полностью консультацию по дизайну помещения? То есть я не так вот пришла, пикнула пальцем, дайте мне то, дайте это. Есть кто-то, к кому я могу обратиться, и кто полностью за меня продумывает весь этот процесс? Ну, скажем, мы занимаемся только продажей самого товара. Так. А как уже человек свой дизайн себе представляет и делает? Вы не делаете дизайн проекта. Нет, мы только конечный продукт обестреляем. То есть сам товар. И что можно с ним делать? Я прошу прощения, это не место. Но, тем не менее, я знаю, что у вас очень тесная и такая работа с клиентами. Вы прям вот опекаете их от самого начала и до конца. Да, ну, скажем так, это большой онлайн-шоп, в котором, как я уже сказал, имеется больше 16 тысяч всевозможных товаров, продукций, наименований, артиклей, где непосредственно конечный покупатель это все может увидеть у нас на странице. посмотреть, что это такое, получить необходимую информацию. Естественно, у нас есть бюро продаж, которое с удовольствием обслуживает клиентов. Кстати, очень хотел бы это сказать, что тот коллектив, который на сегодняшний день находится у нас, это, ну, прямо, знаешь, сказал бы я так, она сплоченная, дружная семья. Это очень важно, это очень продвигает всех. Конечно, для того, чтобы автомобиль ехал дальше, все колеса должны. Да, и люди с удовольствием, естественно, работают друг с другом. Анечка, мы уже заговорились, смотри, у нас с тобой ножки уже обжарились, и мы покрылись такой корочкой, я смотрю, хорошей, да, выглядит уже так аппетитненько. Ты знаешь, я считаю, что у меня соус тоже дошел до той кондиции, до которой он должен дойти. Да, я думаю, что нам нужно заняться помидорами сейчас с тобой уже, потому что мы немножко с тобой не успеваем, да? У нас все прекрасно, у нас куча времени. Помидоры должны быть освобождены от их помидорной кожи, насколько я понимаю. Да, лучше всего, ну, можно, в принципе, так оставить, мы можем освободить их. Давай освободим лучше, когда соус будет намного... Хорошо, сколько помидор? Ну, я бы сказал, давай мы где-то, наверное, начнем с четырех. Давай мы начнем с четырех, но... Да, а я в это время займусь чесноком немножко и порежу как раз немножко острого отверстия. Давай мы рокировку опять с тобой сделаем? Да, делаем рокировку, мне нужно теперь немножко места. Так, я отодвину немножко пока вот так вот в стороночку, чтобы у нас ничего не подгорело. Предложить, ну, что-то с тобой вот как-то про работу, да про работу. Да, ну, а как же? А что вообще, кроме работы-то есть в твоей жизни? Я вот на тебя смотрю и очень сильно подозреваю, что ты занимаешься спортом. Ну, занимался спортом, сейчас уже давно нет. Занимаюсь, потому что больше всего занимаюсь работой. Работа занимает все твое время? Ну, где-то так, наверное, да. А вот такой вопрос себе каверный. Скажи, работа тобой управляет или ты работаешь? Я бы сказал, наверное, что, скорее всего, я управляю работой. То есть ты имеешь в себе силу воли вот в этой суете рабочей, в этой, значит, общении с клиентами, с коллегами. Где-то в определенный момент сказать себе стоп, отключиться, спокойно заснуть или спокойно погрузиться в чтение газеты или в приготовление пищи. Спокойно погрузиться в чтение газеты, на это опять нужно же время, да? Конечно. Я бы даже сказала не время, а желание. Ну и желание. Нет, конечно, можно отключиться, можно найти всегда время для себя. Для этого, конечно же, есть и спорт, и какие-то там, скажем, прогулки и все остальное. То есть я не совсем больше не занимаюсь спортом. Не так, что ты такой трудоголик. Нет, все равно, конечно, спорт остался в моей жизни, без этого невозможно. Ну, просто на сегодняшний момент, на сегодняшнее время, просто нет такого свободного времени, чтобы так активно заниматься спортом. Ну, тебе нравится твоя работа. Мне нравится моя работа, да. А что тебе больше всего нравится? Отделочный материал или работа с людьми? Нет, мне нравится работа с людьми. Ну и отделочный материал тоже, конечно, естественно, это же все красиво. Кстати, приглашаем всех к нам на выставку. У вас новый какой-то выставочный зал открывается, я не ошибаюсь? Нет, у нас в этом году как раз открыли один небольшой. И я думаю, вот сейчас вот к 2020 году уже надеюсь, что будет совершенно новый выставочный зал здесь в Лёне. И это как раз-таки вот 15-летие, наверное, фирмы. Так, у нас чем ты занимаешься? Чесноком, который пойдет вот в этот замечательный лучок. Я уже замочила помидоры в кипятке. Супер. Честно признаться, я не так давно узнала этот способ освобождения от кожи. Я всегда обрезала ножом и жутко заливалась помидорной кровью. А в этот раз вот мы обойдемся без кровопролития. Помидоры будут нарезаны кубиками, и туда же они пойдут к мясу в соус. Да, точно так. А что у нас еще туда пойдет, кроме помидор? Ну, сначала мы давай с тобой это сделаем. Я уже, мне хочется вот этот вот весь узнать. Я думаю, что я как женщина вот, и нетерпеливая. Хочется и одну узнать, и другое. Я не представляю баранину без морковки. То есть у нас еще будет морковь? Обязательно. Морковь это самое важное. Я так считаю просто, что морковь это самое важное. Слушай, ну вот мы проговорили-то про Таджикистан, и блюдо, как оказалось, такое таджикское. В каком году ты приехал? Я приехал в 93-м. Ну не в юном возрасте, уже в таком сознательном, но все-таки это было уже очень давно. Но тем не менее у тебя воспоминания-то о Таджикистане какие-то остались. Вот ты привез вот это вот замечательное блюдо из Таджикистана. Что еще осталось в памяти от твоей родины? В памяти осталось, конечно, много. Все детство там прошло, да? Но кухню частично ты привез с собой, да, в Германии? Это естественно, конечно, как же. Да, мы возьмем сейчас еще немножко вот этого острого перчика сюда. Нужно быть с ним... Немножко. Да, да, да. Мы не совсем такие таджики, как ты. Нужно быть с ним аккуратным. Хотел я тоже об этом сказать. Если мы говорим, продолжаем говорить дальше о фирме «Фиксим», я думаю, всех, кто ищет себе отделочные материалы для своего дома и кто перебирает, скажем так, возможности, где это можно купить, всегда ориентируется на цены. Что касается ценовой политики. Ценовая политика – это очень важный фактор. Это очень важно для конечного потребителя. Я бы сказал, что на сегодняшний день фирма «Фиксим» является, я бы сказал, лидером в своем, скажем, направлении. И ценовая политика – это важный фактор, о чем всегда мы все совместно думаем. И цены у нас очень даже приемлемые. Это заметно, потому что мы видим рост фирмы, отношение людей к нам. С этого года мы начали заниматься не только продажей, как конечному клиенту, но и стараемся работать с большими фирмами, которые… Не стараемся, они уже начали с нами работать. Рост фирмы, продуктивность фирмы будет все время увеличиваться. Ну, это уже видно, далеко ходить-то не надо. Хотя бы взять только по соседству ваше громадное строящееся здание, ваши выставочные павильоны. Ну, вот я уже как-то сказал. Так, теперь смотреть. Сейчас такой важный момент. Так. Нам нужно забросить сюда чесночок и перчик. Помидоры на какой стадии? Сначала пойдет мясо, потом пойдет помидоры. Ты успеваешь, у тебя все прекрасно. Немножко надо ускориться, потому что у меня тут реки помидор на высоком секторе. Все хорошо, все прекрасно у нас. Ты сказал, что у вас очень… Дружный коллектив. Нежные, даже в кавычках, отношения между коллегами. Вы собираетесь как-нибудь устраивать что-нибудь такое коллективное? Конечно, конечно, обязательно, всегда обязательно. Это самое главное. Так, да, чтобы это… Теперь мы потихонечку начинаем складывать вот таким образом. Так. Вот сюда наши ножки. Не горячие, ничего. Можете вилочку? Не, не, я управлюсь нормально. Все. Вот так это выглядит. Следующее, что мы будем делать, это значит, у нас пойдет сюда помидор. Помидоры. Сейчас я быстренько достругаю вот еще один, товарищ. И потом… Ну и потом потихонечку дадим потомиться всему этому, и мы с тобой займемся гарниром. А морковь куда пойдем? Гарниром и овощами. Морковь чуть-чуть попозже. Ты думаешь, вот я справлюсь или нет? Думаю, справишься. Я тебе же помогу еще, наверное. Давай. Я не ах ты какой кулинар. У меня всегда дети смотрят на мои манипуляции по телевизору и спрашивают. Что с тобой с тобой пить? Мама, ты когда нам все это… Приготовишь. Приготовишь. Ну ты готовишь для своей семьи и для коллег, как я понимаю. Только когда бывает время. Ага. Я помешаю, да? Да, пожалуйста. Мы что-то будем солить, перчить. Так, секундочку. Давай, ты сам справляйся. Я думаю, помидоров будет маловато. Давай мы еще с тобой один порежем. Можешь с него кожу не снимать, просто так порежь, пожалуйста. Хорошо, пошла за помидором. Супер. А я немножко добавлю водички, чтобы ножки наши закрылись. Вот, давай. Ой, это уже что-то интересное будет. По запаху так прямо многообещающе. Ну, баранина, она вообще очень такая запашистая. И на любителей, они все любят баранину, да? Ну, это да. Итак, мы остановились на ваших отношениях в вашем коллективе. Этими отношениями ты очень гордишься. Да, мне очень нравится наш коллектив. Они все очень способные, очень хорошие, очень трудолюбивые. И все как-то борются за то, чтобы эта фирма процветала. Это очень важно, я считаю. Коллектив – это самое главное. Слушай, а вот если мы говорим о вашей продукции, ты сказал, что это викторианский стиль. Он такой специфический. Какие клиентуры у вас, из каких районов Германии? Разнообразные, совершенно разнообразные. Это больше русских или немецкие? Ну, скажем так, я как уже в начале передачи уже говорил, мы отправляем товар по всей Европе. У нас заказывают очень много из Франции, очень много из Италии, очень много бельгийцев заказывают у нас. Товар отправляется даже и в Россию. Мы импортируем и экспортируем в Россию. Поэтому, скажем так, клиентура совершенно разнообразная, совершенно разнообразная. Ты когда, если в любое помещение заходишь, уже видишь, где какая отделка, где какую можно отделку применить, как чего и сделать. Ну, в принципе, да, но просто, опять же, как я уже сказал, вкусы у людей совершенно разные. Сам дизайн разный, да. И поэтому очень тяжело, скажем, что-то советовать человеку. Для этого есть дизайнеры. Те люди, которые могут сопоставлять все это вместе, да, то есть видеть помещение. Мы не работаем так с конечным клиентом. Нет, у меня был вопрос лично к тебе. Вот у тебя лично, как у... Ну, да, в принципе, да, если, да, тогда да. Зашел вот сразу такая, править, где что, как может быть. Ну, да, мое видение, скажем, этого всего, да, это так. Что мы здесь дальше делаем? Вот сейчас я... Сейчас сюда будет... Нет, сейчас я как раз порезал немножко имбирь. Так. Мы его немножко попозже положим. А сейчас? Сейчас мы закроем все это дело крышечкой. И Аня начнет резать морковочку. Ес, ес, наконец-то, наконец-то. Она у нас будет нарезаться не так, чтобы изящно. Я бы сказал, давай я одну порежу. Нет, я тоже что-то хочу делать. Хорошо, тогда один раз пополам. Ну, в общем, так, 4 четвертинки. Один раз пополам нарезается морковь. Да. Очень аккуратно надо ножи очень острые. Сколько морковок нам потребуется? Ну, я думаю, две нам достаточно. Нет, нет, пожалуйста, вот так вдоль еще раз. Еще раз вдоль. Еще раз вдоль. Все, буду следовать. Да. Хексимовской технике нарезания морковок. Самая лучшая техника, убери. Вот, и поехали. Кубиками. Да? Все. Прекрасно. Сколько ты сказал морковок? Ну, две, я бы сказал. Две. Можно погрубее чуть-чуть, пожалуйста. То она разварится, нам нужно погрубее, побольше, чтобы кубики были. Хорошо. Это будет последний ингредиент перед... Нет, последний будет имбирь. Сейчас будет морковь сначала, а потом будет имбирь. Давай, коротенько мы перечислим, что у нас происходит в этой кастрюле, потому что мы уже очень много манипуляций произвели. У нас там тушился лук два раза нарезанный, немножко с растительным маслом. Даже три. Даже три раза мы добавляли водички и тушили лук до очень-очень мягкого состояния. На сковородке отдельно мы обжаривали определенную часть барана. Эта часть называется по-русски баранья рулька. Да. На удивление. У нас четыре штуки было, мы на растительном масле их обжарили, поправляем, если неправильно. Все правильно. До золотистой корочки. И в этот потушенный мягкий лук вот эти вот бараньи ножки опускаются и начинают томиться и тушиться. И после этого туда добавляются нарезанные помидорки, как можно больше. Я даже на четыре ноги мы пять помидоров положили, да? Ну, это хорошо, я думаю, что это достаточно. Теперь, после всего этого у нас туда отправляется морковка. Морковка у нас туда отправляется, да. И завершающая стадия это имбирь. И все вот это вот счастье, я бы сказала. Нет, неправильно я сказала, еще будет один ингредиент очень важный, да. И это мы оставим вот сейчас как раз, когда закидываем. Давай, можно морковушку-то нарезать уже? Давай, давай закидывать. Ой, какая красота. Вот это счастье называется. Вот оно, счастье. Вот оно, счастье. Разноцветное и душистое. Воника, мне, пожалуйста. Ножко мы его сейчас вот сделаем. Теперь можно уже наш лук, который находится на самом низу, поднять его немножко наверх. Все это дело перемешать. И оно теперь ждет имбиря. Да, и еще. А, и еще одну приправу, которую Сергею привез его друг из солнечного Узбекистана. Да, частенько привозят, скажем так. Потому что здесь, ну, конечно, есть, ну, давай уже тогда. Давай, расскажем. Это зира, конечно. Зира, зира. Узбекская самая настоящая зира. Без нее не обходится ни один плов. Нет, это точно нет. Ни один лагман. Ну, это на любителя, но в основном всегда. Зира присутствует везде. Это очень полезно, очень питательно. А лепешки какие посыпают? Нет, зиропер лепешки. А у нас посыпают. Бывает, бывает, бывает. Посыпают, но не всегда. Так. Теперь мы закидываем туда имбирь, ставим это все на маленький огонь и начинаем заниматься гарниром. А сколько оно должно? Ну, я бы сказал, в зависимости от того, какие ножки, да, какое само мясо. Потому что мясо, понятное дело, это нога. Так. Это над чем бегает животное. Так. Оно может быть жесткое. Поэтому я бы сказал, полтора часа нам нужно. Ну, где-то так, когда уже мяско начнет вот так вот, наверное, отделяться. Обязательно, когда оно немножко будет стягиваться так, когда косточка будет. Давай. Давай переходить ко второму этапу нашей программы. Только нам нужно сначала уменьшить. Если хочешь, мы можем лучше переставить на другую, на маленькую комфорочку. Давай я закину тогда имбирь, и мы переставим уже все это дело. Давай. Я сейчас разожгу. Давай поменяемся, местами один раз. Сейчас момент. Я должна разжечь огонь. Самая маленькая. Пойдет комфорочка? Да, пойдет. Все, давай. Мы тебя должны в целости и сохранности обратно переправить тебя через забор. Перекинуть тебя обратно. Так. Давай ты откроешь, я быстренько это все. Вот. Тянем на тебя здесь. Ну, имбирь это такая штука. Тут опять на любителя. Можно больше, можно меньше. Но он такую свежесть придаст. Вот этот вот нюанс свежести всему вот этому благолепию, я считаю. Так, теперь можно добавить немножко соли. Давай. Солить не пересолить. Да. Много сильно не будем добавлять. Мне интересен кускус. Откровенно говоря, я не знаю этот продукт еще. Ах! Вот это да. Это вот, 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 вот. Это только профессионалы так делают. Не то, что мы чайники. Ну, конечно. Класс. Все. И все. Чуть-чуть водички еще добавим, потому что, опс, потому что у нас ножки немножко еще открыты. Я думаю, нам сейчас пока не помешает, потому что это будет все в районе полтора часа стоять на плите. Все, закрываем. Все, закрываем. Все, горшочек вари. Горшочек вари. Что мне делать с этим? Да, нужно, цукини нужно порезать кубиками. Кубиками? Да, кубиками. Так же, как примерно, как морковь. Все, дашь мне, пожалуйста, чашку что-то оскладывать. Да, пожалуйста, вот тебе чашечка. Я бы вот... Я тоже себе возьму чашечку, а я буду нарезать баклажаны. Переднюю и заднюю часть я бы удалила от кабачка. Так, предварительно, конечно, баклажаны и цукини все помыли. И теперь ты хочешь нарезать и замочить в соль. Да, я хотел бы сделать это так. Я сейчас нарежу баклажан. По всей видимости, этим процессом баклажан избавляется от горечи своей лишней. Хотя, ты знаешь, в последнее время баклажаны стали таких сортов выпускать, что я как бы горечь в них и перестала находить. В конце, когда я это все сделаю, я скажу, для чего я так сделал. Это тоже один маленький такой... А, это другая тайна баклажанная? Другая тайна баклажанная. Которую ты раскроешь. Да. Слушай, если мы говорим, опять же, про фирму Хексим, раньше чего мы сегодня с тобой и собрались-то. Да. Самое важное, я думаю, это работа с клиентом. Бывают ли у вас вот недовольные клиенты? И как вы с ними обходитесь? Ну, если бы я сейчас сказал, что недовольных клиентов не бывает, то это, конечно, неправда. Не станешь лукавить и говорить, у нас все, все довольны. Дело в том, что мы очень серьезно относимся к этому и на это обращаем очень огромнейшее внимание. У нас ведется статистика месячная, квартальная, годовая. Я могу с гордостью даже сказать за всю фирму Хексим то, что с 2008 года процент недовольных клиентов у нас лежит где-то примерно 0,5. Ведется статистика ежемесячная по клиентам. За последние три месяца процент, скажем, недовольных клиентов. Ну, что значит недовольных клиентов? Да, а что значит? Рекламация лежит практически на нуле. Угу. То есть у нас очень много довольных клиентов, людей, которые даже нам в конечном итоге опять звонят назад и говорят, выражают слова благодарности за тот сервис, который у нас делается. У нас девочки, которые занимаются нашими клиентами, они очень, скажем так, ответственно подходят к своей работе, уделяют очень много времени клиентам. То есть представьте себе, что они общаются не только с немецкими клиентами, но и с французскими, с итальянскими, с бельгийскими, с австрийскими. И все это происходит каждый день. Звонки, конечно, поступают тоже каждый день. Вся необходимая информация, которую может получить клиент, скажем, да, по телефону, она доставляется клиенту в очень, скажем, развернутом и очень обширном виде. То есть клиент может узнать у нас по телефону о продукте, он может заказать экстра какой-то продукт у нас тоже, да. Может, даже, скажем так, если по желанию самого клиента, может приехать и сам забрать все. То есть сервис должен быть на высшем уровне, и мы должны этому соответствовать. Это ведь самая лучшая реклама, я считаю, когда клиент остается довольным. И еще лучше, когда он еще раз возвращается, когда он опять приходит. С собой приводит. Да, да, это очень важно. А у тебя какой самый любимый продукт вообще? Баранина. Ну, это продукт действительно. Все блюда из баранины, хочешь сказать. Ну, скажем так, разнообразный такой тоже этот самый вкус есть, смотря... Ну, очень люблю Кавказ. Всем баранины достает. В магазинах. Ой. Ты же сказала, что этот самый... Ловим сами, сами выращиваем, сами ловим. Так еще не расширили, чтобы собственное хозяйство завести барани. Кстати, идея. Можно завести собственное хозяйство. А есть блюд. Ну, вот кроме... Сладости вообще любишь? Нет, не очень. Итак, это все подлежит засолке. Да. Секрет, для чего это все сделано. Маленькая ли чашечка будет? Нет, я думаю, что будет все хорошо. Да? Все будет хорошо, очень даже. Вот, секрет, зачем это все делается, Сергей нам поведает в конце передачи. Да. Я это все засолю. Ты можешь уже озвучивать, что будет следующее происходить на нашем с тобой демонстрационном столе. Так, мне нужно теперь сковородочка еще. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, кстати, если тебе совсем нечего делать? Да, мне совсем-совсем нечего делать. То можно порезать перчик. Оба перца нарезать вот таким же образом. Нет, я бы сказал, знаешь, сколько, потому что он будет придавать все-таки... Ты мне не доверяешь. Вот смотри, ты мне не доверяешь. Нет, я просто отрежу столько, сколько я бы хотел. Вот столько нужно. Вот это нужно нарезать кубиками. А пойдет, если я это все вот в эту чашку у нас другая? В цукини, да. Все вместе с кабачками, да? Пойдет. Это останется отдельно, пожалуйста. Все, все, мы договорились. Я немножко перемешаю потом вот эту вот засолочку. Итак, если мы говорим, продолжаем говорить за клиентов. Клиент заказал продукт. Я знаю, что еще очень сложно всегда ему доставить вовремя заказ. Ну вот с этим как раз-таки... Девают всяческие сложности, а это самое важное. Вот с этим-то как раз-таки у нас очень все хорошо. Это как раз-таки то, что очень нравится нашим клиентам. Доставка любого товара, который у нас на складе, осуществляется в течение двух-трех дней. Два-три дня. Да, то есть с того момента, как клиент заказал товар. А всегда ли есть товар на складе? Если это не так, то очень кратчайший срок мы все равно обязательно доставим его клиенту. А если клиент захотел что-то такое экстраординарное, он имеет возможность сделать заказ на что-то особенное? Да, конечно. То есть он может придумать сам себе что-то такое интересное и у вас сделать заказ. Конечно. Итак, что теперь будет происходить с кускусом? Как там у нас все готовится? У нас все прекрасно, все готовится. Супер. Такие бурления замечательные происходят. Можно даже посмотреть. Осторожно, не обожгись. Ой-ой-ой, все выглядит очень даже замечательно. Как горячая кличина Камчатки. Так, кускус. Кускус мы... Очень важно, кускус, конечно, не промывать, не мыть его водой, ничего с ним не делать. Просто как есть, высыпать его вот так. А что такое вообще кускус? Это крупа какая-то или что это? Ну, это что-то между, скажем, крупой и макаронами. То есть это что-то производное из какого-то вида зла? И мы его не варим, мы его... В этом случае нет. В этом случае мы добавим немножко оливкового масла. Для чего? Оливковое масло, сейчас не переливай. Оливковое масло, оно как бы пленочкой будет обволакивать каждую такую крупиночку. Каждую кускусину. Кускусину. И немножко соли нужно обязательно добавить. Где-то у нас соль было. И тогда крупинки не будут между собой слипаться. Отлично. И сколько он должен запариваться, этот кускус? Ну, не знаю. Сейчас посмотрим, как это получится в течение, может быть, 10-20 минут. Вот нужно перемешать, чтобы это была такая почти однородная такая вот масса. Это все заливается кипятком. Это жутко полезная штука. То, что не варится, а то, что запаривается. Когда не при таких высоких температурах, там сохраняется все, что полезного есть в этом продукте. Еще чуть-чуть нужно добавить масла. Давай, я буду замес производить. Думаю, достаточно уже. Все? Теперь кипятка. Еще чуть-чуть бы я, наверное, соли подкину. Соль же... Да, я немножко смотрю. Ой, а запах какой! Масло хорошее, оливковое. Очень, очень. Чувствуешь аромат? Вот этого достаточно, наверное, будет. А какое масло в Таджикистане обычное, растительное бывает? У нас очень популярная хлопковая. Ну, вот, у нас есть, конечно, конечно. Так, надо залить так, чтобы было... Подожди, давай мы немножко его распределим вот так вот по поверхности. Чтобы он так ровненько у нас находился. Теперь нужно залить водой. 90 градусов вода есть у нас, да? Есть. Дозаливаем так, чтобы у нас было столько воды, чтобы где-то примерно... Хорош? Нет, еще не хороший. Еще давать? Чуть-чуть, но, наверное, не так много, как бы сейчас. Чуть-чуть? Да. Так. Ну, на полсантиметра закрыли мы кускус или не закрыли? Ну, я могу еще. Ну, совсем немножко. Представляешь, у нас горячей воды? Совсем немножко тогда. Сколько хочешь. Все, спасибо. Чего-чего? А воды? Посмотрим. Сейчас как это выглядит. Ну, я думаю, что достаточно. Так вот оно. Итак, теперь это все закрывается крышкой и тоже убирается в сторону. Просто убирается в сторону. Так точно. Крышка вот она. Спасибо. Все, убираем наш кускус. И теперь? И теперь мы берем опять оливковое масло. Для сковородки. Да. На которой будут веселиться кабачки и баклажаны. Так точно. Только мы сначала обжарим кабачки и перец. Да. Давай. А только потом... Огонь. А только потом еще чуть-чуть маслица дали нам, наверное. Давай, очень вкусное масло. А хлопковое какое было вкусное масло. Ну, здесь почему-то у нас такого масла нет. Я еще помню вот этот салат из помидоров, из луко-огурцов. Из луко-огурцов хлопкового масла, да. Самое. Классика. Так, ну что? Вот, вот она уже практически нагрелась, поскольку она стала вот так расплываться по сторонам. Тогда давай же мы вот... Сюда, господа, кабачки и помидоры. И это все будем... Лопату. Спасибо. И это мы сейчас будем так вот немножко обжаривать. Оно будет обжариваться прямо вот до готовности или полусырое? Нет, оно не будет у нас сильно обжариваться. Сильно обжаривать мы будем, или скажем так, больше обжаривать кабачки. Э, извиняюсь, баклажаны. А они будут обжариваться в этой же сковороде вторым шагом? Да. Или все вместе? Нет, отдельно. 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 Я еще не совсем не могу общую картину составить вот того блюда с этим. Это вообще для меня настолько волшебные какие-то манипуляции тайноственные, настолько это все сложно, многообразно. Ну, к мясу обязательно должны быть овощи. Ну и, конечно, какой-то гарнир. Очень жалко, что это потом съедается все за три секунды. Это готовишь, готовишь. Да. Потом все, и одни воспоминания. Четыре кости осталось от четырех ног. Четыре кости осталось от четырех. Вот, потихонечку все начинает прожариваться. Так что, если будете у нас что-то заказывать, не переживайте. А мы уже наметили все, что у вас будем заказывать. А после этой передачи мы активно займемся заказами на вашей фирме. Потому что, если вы успели заметить, у нас тоже стройка происходит. Да, я тоже заметил. И тоже уже вижу, что вы нашими продуктами пользуетесь. Уже есть и у вас на фирме наши товары. Так что, будем рады. Такой кухни у нас, конечно, на фирме нет. Нет, такая кухня только у нас. Но зато есть очень хороший коллектив. Я даже не знаю. Который рад любому клиенту. Приходите. А между прочим, вот что касается нашей передачи. Ты знаешь, вот ты объяснил, что означает фикси. Да. А ты не спросил меня, что означает рецепт успеха. У нас такая многогранная передача. Здесь вообще два смысла целых. Очень интересно. На самом деле, мы говорим о рецепте успешного блюда. Это во-первых. Ну, самое интересное для нас рецепт успеха, успешных, самодостаточных людей, и вообще успех в жизни. Можно ли какие-то выделить особенные ингредиенты, которые способствуют успеху? Ну, я бы сказал так. Создать какую-то команду, которая может сплоченно, качественно делать свою работу. Заниматься той деятельностью, которая приводит к успеху, как ты говоришь. Это, конечно, искусство. Это искусство, естественно, и руководителя, и самого персонала. Если команда не может сплоченно работать, вот смотри, какая у вас хорошая тоже команда, вы работаете сплоченно, вы такие умнички все, такие классные. Но, поверьте, у нас не хуже. Мы точно так же работаем, мы точно так же стараемся, и каждый день делаем добро людям. Это, я считаю, очень важно. Это энергия исходит. На самом деле, это очень замечательная такая тема по поводу сплоченности коллектива. Действительно, если каждый тянет в свою сторону, то карета никуда не поедет. Это очень серьезно и очень важно. А каким образом можно достигнуть такой гармонии между собой? Ну, скорее всего, наверное, не знаю, это воспитание коллектива. Человек новый, который приходит в коллектив, он должен как-то увидеть, чем занимаются остальные, как они относятся к работе. Но это действительно, скажем так, очень большая работа руководящего персонала, то есть самого шефа фирмы. Это забота о своем персонале. Это очень важно, я считаю, со всех сторон. Так, ну а тут что у нас происходит? А тут у нас все прекрасно происходит. У нас все жарится. Это уже в готовом состоянии или еще нужно что-то? Я бы еще чуть-чуть немножко пожарил, пока перчик немножко отойдет, скажем, он еще жесткий такой. А можно у нас вот здесь немножко огонек чуть-чуть уменьшить? Ты знаешь, он уже на минимум, поэтому я просто передвину чуть-чуть в стороночку, а потом обратно верну. Сергей Бакалов, представитель фирмы «Хексим», которая занимается всевозможным декором и изнутри, и снаружи. Мы сегодня готовим таджикское блюдо. Горячее уже готово, плавает в ароматном соусе. Что мы сейчас делаем? Это второй этап нашей сегодняшней кухонной одиссеи. Это у нас уже есть запаренный кускус, у нас уже есть обжаренные на оливковом замечательном масле кабачки, сладкий перец. Они находятся вот в таком пришлаке, и с них стекает масло. А Сергей сейчас занимается... Обжаркой баклажанов. Беседой с баклажанами. Они тоже должны приобрести золотистую корочку. И это все овощное буйство попадает... Кускус. Кускус. Правильно. Все тщательно перемешивается, это будет наш гарнир с овощами. Да, да. А предварительно еще у нас баклажаны были... Замочены в соли. Замочены в соли и отжаты от сока. И все это было сделано для того, чтобы, оказывается, баклажаны не впитывали в себя столько масла, сколько они обычно впитывают, если от них не отжимать этот сок. То есть мы, в общем-то, здорово сегодня все сделали. Классно вообще. И подходим медленно уже... Да, к завершающему этапу. К самому трепетному моменту нашей сегодняшней встречи. Это дегустации. Сначала сервировки, а потом дегустации, скорее всего. Слушай, ну что, ну вот я думаю, что уже все. Да. Я прошу прощения, что я тебя поторапливаю, серьезно. Выглядит очень даже прекрасно. Мы можем уже это все делать. То есть... То есть, что мы сейчас делаем? Мы сейчас... Давай, я буду тебе ассистировать. Мы сейчас... Все это дело... Перемешиваем. Перемешиваем. С овощами. С овощами. Ооо. Так. Сковородка нам будет еще нужна. Еще будет нужна сковородка. Ты меня интригуешь. Я уже думала, мы закончили процесс кулинарный. Ну, почти уже закончили. Но это не нужно. Нет. Все это дело теперь перемешивается с кускусом. Вот такой у нас будет замечательный. Ай, какая цветная кашка такая красивая. Да. И обратите внимание, действительно, кускус совершенно не слипся друг с другом, да? Вот эти кускусеньки. И все потому, что Сергей предварительно смазал сырой, сухой кускус оливковым маслом. Все верно. Мы посолили. Да? И все это просто запарили. И потом залили кипятком, ну, буквально-таки на полсантиметра или на сантиметр. Где-то 20 минут у нас стояло блюдо, оно все запарилось. И теперь, да все, я все жду, чтобы ты сказала, зачем нам сковородка. Я вообще не понимаю. Мы все уже приготовили. Так. Для того, чтобы нам сервировать, теперь мы должны вот эту вот всю массу одноименно подогреть и потом уже приступить к подаче мяса. Давай. Поехали? Да. Так, мне тогда нужно... Тебе нужна большая лопата, которую я у тебя забрала. Да. Давай. Вот. Положи сюда вот ложечку. Угу. Мы все переложим на сковородку. Можно, кстати, уже блюдо подготовить, куда будем все сервировать. Можно. Мы уже давно готовы у меня. И просто требует, чтобы его взяли в кадр. Красивая. Я вот только не пойму, в Узбекистане пальмы растут или нет? Нет, нет, нет. А это, кстати, и не из Узбекистана верблют. У него один гор. Это скорее... Итак, для сервировки этого блюда вам понадобится лучше всего глиняное, глубокое блюдо, которое Сергей благодушно прихватил сегодня из своего собственного дома. Так, так я и сделал. Так, я думаю, что этого, наверное, будет сначала достаточно. Сейчас мы немножко это все опять подогреем. Зарплату вполне могут повысить после выхода этой передачи. Сто процентов я... Вся наша группа голосует за то, чтобы зарплата была повышена. А, зайти. Так, ну что, приступим? Да. Давай приступаем. Давай мы будем... Давай, подожди, подожди. Мы должны все сделать так, чтобы все господа телезрители... Давай, может быть, скорее всего, вот туда поставим. Увидели все, что происходит в этом блюде. Поэтому подожди. Подожди. Вот это мы вот возьмем сюда. Теперь мы аккуратненько выложим сюда кускус. Аккуратненько. Вот этот замечательный кускус с овощами выкладывается горочкой. Да? Да. Вот так мы сейчас это все... И сейчас сверху вот эта вот огнедышащая жижа, которая находится в этой кастрюле. Да, мы сейчас будем... Из баранины. Давай мы сначала так, наверное... Давай. ...сделаем. Теперь... Поварюшку. Сейчас будет. Сначала, подожди. Нет, тут тоже своя технология. Сначала нам нужно... Это очень горячо. Патай, давай я тебе буду ассистировать. Мы будем двумя приборами с тобой. Так, удачи. Давай, раз, два. Вот так мы это дело выложим. Она тяжелая, понимаешь? Все, нормально, давай я тебе помогаю. Раз, два, три. Подожди, подожди. Ребята, ребята, это было нелегко. Мы практически... Да, практически справились. Мы практически выиграли войну с этими бараньими ногами. Замечательный нюанс в этом соусе. А вообще у этого блюда есть какое-нибудь название? Я не знаю название. Так, вот это все выкладывается. А соус можно отдельно теперь в чашку отдельную и подавать его отдельно. И уже потом, когда мы за стол усаживаемся, можем и этот соус. Но немножко у нас тут еще не хватает кое-чего. У нас не хватает зеленого нюанса. Да, для того, чтобы это было у нас все красиво. В нашем интерьере. Где-то у нас были ножнички. Мы прямо возьмем сейчас ножничками. Просто вот так вот сверху. Вот так от души. От души это где лежим. Это кинза. Сделаем вот так. Мы все вместе. Кусим плоды. Наши с тобой трудовые. И тебе, как почетному гостю, сегодня, ведь исключение, поручается завершить нашу программу. Спасибо огромное за то, что пригласили нас, что подумали, что мы все-таки рядом с вами, что мы так давно уже тоже дружим. Огромное спасибо за гостеприимство. За все, за все, за все. Спасибо огромное. И за помощь на кухне, конечно. И вам спасибо. А теперь просто скажи, встретимся через неделю. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова